Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. У нас сегодня в гостях, в гостях целебной кулинарии, певица и телеведущая Оксана Афанасьева. 28 июня, день Амоса. Назван в честь святого пророка Амоса. Амос, уроженец города Фикуи, находившегося в земле Иудовой, происходил из семи незнатной и небогатой. Дни проводил пося стада. Господь же, презирающий не на богатых и сильных, но на смиренных и нищих, взял его, как Елисей и Давида, от пастушеских стад на пророческое служение. В то время израильтяне отошли от истинного Бога, сделали себе двух золотых тельцов и стали им поклоняться, как это они делали в Египте. В этот день отмечается и память мученика Вита, которого бросили в клетку, где находились голодные львы. Но Бог спас его от гибели. После хотели сварить Вита в кипящем масле, но ничего не вышло. Много чудес совершил Вит по воле Бога. И теперь ему в этот день молятся для избавления от болезней и сохранения крепкого здоровья на ближайший год. Приметы. Если сегодня дождь, будет не урожай пшеницы. Если много комаров, скоро установится ненастная погода. Подмечали, что к этому времени соловей прекращает петь. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Знаешь? Как? Ну, вы имеете в виду по частям сельдерея? Корень, стебель и листья. Правильно. Растение само сельдерея составляет и корень, и стебель, и листья. И едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты, такие как аспарагин, трептофан. Каротин, кстати, есть. Это единственное, что понятно мне каротин. Вот до этого то, что было. Да, из каротина. Это просто были до этого перечислены аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям и прочее, прочее. А каротинчик как раз даёт нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слезистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нём содержится ещё никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что ещё содержится. Каким образом? А, да, да. Эфирные масла, которые даёт особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там, ну, гнилостные бродильные процессы, то они всё это ликвидируют. Дезинфицируют. И сейчас, правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, чтобы в советские времена продавались, ну, может быть, вот корень он ещё продавался, а вот стебель. Вот, мне кажется, нам сейчас очень сильно везёт, современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну, вот, как раз, смотрите, это вот черешковый сельдерей. Это его листья. Да, и так как он зелёненький, здесь ещё много хлорофила. Отлично. А вот если он будет желтее, то есть лучше не брать, да? Самое главное, что выбирать, свежий, зелёный, да? Да, ярко зелёный зелёный. И он крепкий ещё должен быть, да, не вялый? Правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость удаёт организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была салатик. Давайте. И сельдерей. Я опять помогаю вам, да? Оксаночка, пожалуйста, почистим морковочку. Вот. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен, или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен. Потому что вкус, вкус... Приходит во время еды. Вкус приходит во время еды. Вместе с аппетитом. Аппетит приходит во время, да. Да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусным продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусным. И использовать их в своём питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать салат из корня сельдерея. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень. А давайте пока вы чините и яблоко, да, наверное? И яблоко, да. Яблоко, да, и яблоко, да. Я подтру морковку. Давайте, подтру морковку. Так, мне сказать, предполагаю, что вот в эту, да? Можно вот эту миску подтереть. А я пока очищаю в корень сельдерея. Так, вот. Ух, какой он у нас. Такой. Сейчас домашние, глядя на меня, радуются. Ну, так хорошо. Что я занимаюсь полезным трудом. А до этого что, не занимаетесь полезным трудом? Ну, я не занимаюсь, но просто это мне редко удается, когда. Потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. И какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они встречаются не так часто, как хотел. Ну, хорошо. В селедной кулинарии, я думаю, что это будет происходить намного чаще. О, да. Так, почистили. Все. Это можно... Да, правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Кстати, сельдерей еще способен замедлять процессы старения в организме. Он продляет нам молодость, потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот и пошел вперед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые пристрастия? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Он суховатый, особенно корень. Вот. Для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочки предметно дать в два раза больше, чем сельдерей. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!